Помещение, как после бомбёжки. Каждый поход в комнату общего пользования – риск для жизни. В туалете общежития упал потолок. В плачевном состоянии и весь дом. Сырость, трещины на стенах. В пустующих комнатах разбиты окна. Капитального ремонта здесь не было давно. Даже входную дверь люди купили и установили сами. Промокает здесь не один год. И никто ничего не делал. Они говорят, вы сами виноваты. Почему вы ни о чём не беспокоились? Мы беспокоимся. По нашим возможностям мы что-то делаем. И уже осенизаторы вызывали, канализацию чистили за свой счёт. Жители попытались решить проблему своими силами. За ремонт строители выставили им счёт 70 тысяч рублей. Сумма неподъёмная. Собрать взносы с каждой комнаты тоже не получаются. Многие из них пустуют. Больше половины общежития закрытые. Никто не живёт. Позакрывали. Кто где, мы даже не знаем. Мы не можем найти жильцов этих комнат. Управляющая компания «Реформа ЖКХ» отказалась продлевать договор с жильцами проблемного дома. Обслуживание прекратилось в марте прошлого года. Коммунальщики заявляют, их вынудили огромные долги арчан. Речь идёт о сумме в полмиллиона рублей. Поэтому как дальше складывается и будет складываться эта ситуация, ну, я, мягко сказать, могу только наблюдать. Обратятся к нам, принесут по факту деньги на оплату. Мы, конечно, эту работу проведём и сделаем. Конфликт интересов людей и жилищно-коммунального хозяйства дошёл до городской администрации. В доме 20 приватизированных квартир и 14 муниципальных. Глава Орска Андрей Одинцов дал распоряжение решить вопрос. Выяснилось, что таких домов без управления в Орске больше сотни. Городоначальник пообещал найти управляющую компанию. У нас, к сожалению, есть такие дома в городе. То есть жильцы не платят. Мы за прошлый год практически 100 домов под управляющей компанией завели. Но вот ещё порядка 30 у нас осталось. Ну, что ж поделось. Будем дальше работать. По договору, управляющая компания обязана содержать в доме не только места общего пользования, но подъезд, двор, фасад и кровлю. Этого дома давно не касалось рука мастера. И когда ждать ближайшего ремонта, арчане пока не знают. Ольга Энгельс, Меркарейт Ишкарабурова, Илья Логачёв. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова